Югру отметили за качество дорог. В Москве на семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года на полях Международного форума «Транспортная неделя-2021» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Марат Хуснулин, помощник президента, секретарь государственного совета Игорь Литвин отметили работу команды Югры в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Югра за достижение высоких показателей стала победителем в номинации «Прорыв года». Наш район в лидирующей группе по показателям доли дорог, соответствующих нормативным требованиям. В автономном округе в 2021 году выполнены работы на 43 объектах. Завершено строительство более 2 километров автодорог местного значения в Сургуте и Нижневартовске. Отремонтировано 126,5 километров дорог, из них 110 километров региональных, 16,5 километров местных дорог. Количество наркозависимых в Югре за 10 лет сократилось почти в 4 раза. Об этом рассказали сегодня на межрегиональном антинаркотическом форуме, который открылся в Ханты-Мансийске. В нем принимают участие больше тысячи человек. Это полицейские, медики, социологи, управленцы, пиар-специалисты. В течение двух дней они будут обсуждать проблемные вопросы, связанные с профилактикой наркомании на местах, реабилитацию наркозависимых и оказание им медицинской помощи. Отмечу, что форум организовала антинаркотическая комиссия Югры. По их данным, в 2010 году на медицинском учете в округе стояло почти 8 тысяч людей, страдающих наркотической зависимостью. В 2020 году их число сократилось до 2 тысяч. В Ханты-Мансийске автономный округ готов делиться как своим опытом профилактической деятельности, так и брать, внедрять тот положительный опыт, который есть в других регионах Российской Федерации и который, я надеюсь, мы сможем узнать в рамках этого форума. В Сургутском районе падеж свиней. Крестьянско-фермерское хозяйство Капсамун потеряло почти три сотни особей. Результаты ПЦР-тестов животных показали наличие заболевания африканской чумы. Однако для определения точного диагноза необходимы более детальные анализы. Ветеринарная служба Югры уже взяла пробу и отправила их в лабораторию Москвы. Результаты будут известны в ближайшее время. Специалисты утверждают, что африканская чума свиней не опасна для человека. В городе прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили меры по недопущению распространения заболеваний. Так, возле крестьянско-фермерского хозяйства планируют установить контрольно-пропускной пункт, запрещающий проезд личного транспорта. Также вся проезжающая техника будет проходить санитарную обработку шин. Если ради этих зон будет максимально, которые установлены у нас действующим законодательством, 130 километров, то тогда нам придется закрыть все крестьянско-фермерские хозяйства на территории Сургутского района. Допустим, в Свердловской области, когда произошло в одном из хозяйств установление данного факта, вот эта зона отчуждения была закрыта только на 20 километров, а в пределах 100 километров была введена зона наблюдения. Минцифры России совместно с Минэкономразвития России запустили в МФЦ печать на бумажном носителе сертификата с QR-кодом о профилактических прививках против COVID-19 и перенесенном заболевании. По поручению председателя правительства России Михаила Мишустина, Минцифры разработала техническое решение, которое обеспечило доступ сотрудников МФЦ к информационным системам Минздрава России, содержащим информацию о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании. Сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца, и не содержит медицинские данные. За первые сутки распечатку сертификатов в МФЦ по всей стране заказали более 50 тысяч человек. Чтобы получить сертификат, необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя, загранпаспорт, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке, а также полис ОМС. Получить доступ к QR-код или сертификат о перенесенном коронавирусе можно и самостоятельно через портал приложения госуслуги или госуслуги СтопКоронавирус. Контейнеры для раздельного сбора мусора установят по всей Югре. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. В крупных городах округа уже установлены свыше 30 тысяч контейнеров под отдельные фракции. Более 3400 из них для твердых коммунальных отходов, часть в дальнейшем идет на переработку. Пилотные проекты по внедрению раздельного двухконтейнерного накопления мусора реализуются в Нижневартовске и Угорске Урае. Как отметила Наталья Комарова, следующий этап – это введение в эксплуатацию пяти комплексных межмуниципальных мусорных полигонов. Первый из них будет обслуживать Пытьях, Нефтьюганской и часть поселений Нефтьюганского района. Вторая площадка появится в 2023 году для нужд жителей Нягни и Октябрьского района. С 2024 года еще три полигона начнут работать на Сургут, Нижневартовск, Мегион, Когалым, Сургутские и Нижневартовские районы. Четвертым этапом внедрения раздельного сбора мусора в округе станет постепенное увеличение контейнеров для различных фракций отходов. Югре проходит онлайн-курс сети фермеров. Его организовал Фонд развития Югры. Как поясняют организаторы, сети фермерства – это глобальный тренд технологизации агропроизводства. Направление объединяет агро- и аквакультурные технологии, передовые инженерные и информационно-технологические решения, а также новые бизнес-модели с тем, чтобы обеспечить жителей городов свежими продуктами питания. Это уже третий курс современных городских аграриев. Благодаря последним двум в Югре на 87 таких фермеров стало больше. Участники курса узнают, к примеру, о преимуществах сети фермерства, новых методах круглогодичного выращивания салатов и зелени с помощью гидропонных систем. Нижневартовск готовится к 50-летию. В честь юбилея запущен конкурс на лучший проект эскиза «Народные эмблемы». Предложить свой вариант логотипа могут не только отдельные авторы, но и целые коллективы. Единственное условие предоставить рисунки в Управлении архитектуры и градостроительства, необходимое не позднее 10 декабря. Лучшую работу определяют к концу месяца. Что касается самого торжества, его горожане будут отмечать 9 марта. Более 150 проверок на рынках и более 200 на объектах Абчепита провели сотрудники налоговых органов Югры за 9 месяцев с начала года. Проверка касалась использования онлайн-касс. По итогам выявили 160 нарушений. Предпринимателям, которые при работе не использовали онлайн-кассы, выписали штрафы. В результате на некоторых объектах Абчепита и рынках после проведения проверки выручка увеличилась почти в два раза. На рынках с июля по октябрь сумма выручки, которая прошла через онлайн-кассы, увеличилась на 85 миллионов рублей или на 45%. Выручка Абчепита за последние 4 месяца увеличилась на 5% или на 22 миллиона рублей. На крытом катке Нефтьюганска теперь будет идеальный лед. В школу Олимпийского резерва по зимним видам спорта поступило новое оборудование. Электронная ледозаливочная машина пришла на замену старому комбайну. Он не справлялся со своей задачей. Оставались сколы от коньков. И часть работ приходилось делать вручную. Главная особенность новой машины – электродвигатель. Теперь спортсменам не придется дышать выхлопами. Длительность подзарядки 7 часов. Этого вполне хватает на 2 дня плодотворной работы. Быстрая и качественная заливка льда стала доступна нефтьюганцам благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». На этом новшества не заканчиваются. В скором времени на катке установят специальное оборудование для очищения воды. Благодаря чему улучшится прозрачность льда и увеличится срок службы новой машины. Чтобы срезать лед, выставляешь определенную глубину, сколько ты срезаешь, примерно столько же надо налить воды. А горячая вода, она немножко подплавляет, выравнивает все это. Ну, полотенце уже вот. Порезы, они не заделывались, они просто заливались. То есть лед был примерно как гладильная доска. С новой машиной более лед лучше, глаще, скольще, ровный, как стеклышко. Егорские пловцы завоевали еще две медали на чемпионате страны. Соревнования на короткой воде принимает Санкт-Петербург. Вновь отличились Елизавета Агапитова и Никита Ульянов. На дистанции 200 метров на спине Елизавета Агапитова стала второй с результатом 2 минуты 8 секунд и 9 сотых. А вот Никита Ульянов отличился на дистанции 100 метров баттерфляем. Он третий. Накануне Никита Ульянов на дистанции 100 метров на спине финишировал вторым и стал обладателем серебряной медали. А его результат 50 секунд, 66 сотых, стал лучшим в истории округа. Кроме того, югорчанин обновил достижения и на дистанции 100 метров баттерфляем, но сделал он это в полуфинале. Блестяще выступила и Елизавета Агапитова. Югорчанке не было равных на дистанции 100 метров на спине. Она финишировала первый с результатом 57 секунд, 69 сотых, что ранее не покорялось никому из югорчан. Благодаря этому результату Елизавета Агапитова отобралась на чемпионат мира, который пройдет в декабре в Абу-Даби. Также наша спортсменка обновила рекорд югры и в эстафете. Продолжение следует...